Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. 22 глава начинается той же самой, такой же формулой, как и 21. Первое. Только вместо пустыни Приморской долина Видения. Маса Гей-Хизайон. Хизайон, Видение, вообще часто Хазон, здесь Хизайон. Речь идет об одной из долин, окружающих Иерусалим. Дальше будет речь идти об Иерусалиме, о столице иудейской. Во всей видимости, это пророчество о нашествии ассирийцев. Нашествие ассирийцев имеет свое отражение в книге Исаии, ну, так же, как, конечно, и в книгах царств. И в 701 году, как известно, состоялся поход ассирийцев против филистимских городов. И посылали также из Лохиша осадить Иерусалим. Царь Хискиягу, языке синодального перевода, вынужден был заплатить огромную дань и откупиться от ассирийских полчищ. Вся эта история описывается и у Исаии, и в книгах царств, и в книгах про Липоменон, Деврей Айямим. Долина Видения, одна из долин, ну, может быть, это долина сынов Эномовых, Гиена так называемая, Гиеном, вот, а может быть, какая-то другая долина. Здесь не объясняется, о какой долине конкретно идет речь. Одна из долин, окружающих Иерушалаем. Что с тобой, что ты весь зашел на кровли? Город, город весь зашел на кровли. Кровли на Востоке, в Иерусалиме, в частности, плоские, и часто на них люди пребывают, трапезничают или строят суку, какой-то шалаш, или ночуют даже на кровлях. Ну, а здесь вот они взошли на кровли, потому что они чем-то обеспокоены, чем-то встревожены. Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Какое-то событие описывается, когда враг настигает. Но, как известно, в 701 году до Рождества Христова Иерусалим взят не был, а сирийцы его пощадили. Ну, может быть, здесь говорится о тех, кто был за пределами города, потому что город был осажден огромными полчищами. Чудесным образом произошло избавление, как мы помним. 185 тысяч осаждавших Иерусалима сирийцев пали замертво. Ангел Господень поразил их. Может быть, это была эпидемия, может быть, что-то иное, но они были обнаружены мертвыми. Такое было великое чудо, чудо избавления. «Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего». Дочь народа моего, Бат Ами, так олицетворяется, изображается метафорически иудейский народ. Пророк говорит, что «не утешайте, я буду плакать, оставьте меня, потому что велико будет разорение дочери народа». То есть разорение иудеев. «Ибо день смятения и попрания, и замешательства в долине видения». То есть самая долина, о которой говорится в первом стихе. Долина видения и замешательства, вот в этой долине, они от Господа, Бога Саваофа. Все, что происходит с иудейским народом, да и вообще со всеми другими народами, оно все от Господа, Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы. «И Элам несет колчан, люди на колесницах, и всадники, и Кир обнажает щит». Об Эламе говорилось в предыдущей главе, в приложении к событиям, происходившим в Вавилонии. Здесь вновь упоминается Элам. Элам расположен от Междуречья на юго-восток. Элам, как и Кир, видимо, были союзниками ассирийцев. Кир — это, не путать с персидским корешем, царем персидским, здесь совсем другая эпоха, и говорится не о личности, а о народе, племени. Это, по всей видимости, арамейское племя. Кир — это арамеи. Для сравнения можно взять книгу пророка Амоса, 1 глава, 5 стих, 9 глава, 7 стих, где как раз тоже говорится о Кире, имеются в виду арамеи, сирийцы. Союзники Синахириба, по всей видимости, они были, ассирийского правителя, который совершал свой филистимский поход и заодно еще и послал полководца из Лохиши, чтобы осадить Иерусалим. Вот у него в союзе с ним были с ним союзниками другие народы, в частности, эламиты и арамеи, которые здесь названы Киром. «И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи». Вот теперь ясно, что речь идет об Иудее. Иудея, Иерусалим, о них содержится в этой главе пророчества. «Нашествие врагов на Иудею». «Снимают с нее покров, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом». Дочерь иудейская, с нее снимается покров, то есть нашествие врагов, оно налагает стыд и позор на Иудею. Иудея обесчищена, представленная метафорически здесь в образе Девы. «Дом кедровый», «Арз», «Кедр», «Дом байт». И в восьмом стихе мы встречаем упоминание этого кедрового дома. «Байт гаяр», «Лесной дом», буквально «Лесной дом», «Дом леса». Но почему-то синодальный переводчик решил перевести через «Дом кедровый». Дом с кедровой обшивкой, и царский дом обшивали кедром, и Иерусалимский храм, как известно, при его постройке первого Иерусалимского храма Соломон использовал ливанский кедр. Но вы видите, что много... Да, дом оружия, запас оружия в этом кедровом доме, то есть там был оружейный такой дом, оружейная комната. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова. Град Давида в части Иерусалима, укрепленный город, древняя столица Ивусеев, взятая Давидом и названная в честь завоевателя городом Давидовым. Собирая эти воды в Нижнем пруду, для снабжения города водой существовала система прудов и каналов. Между прочим, царь Хискиягу из Икия, он известен еще и тем, что очень продолжительный, если я не ошибаюсь, 530 чем-то метров, 533, кажется, метра, вырыл тоннель. Вырыл тоннель, который связывал реку Гихон, поток Гихон, с городом, и наполнял там водой пруд внутри города, уже внутри городских стен. Что очень важно для осажденного города, без воды город долго не может выдержать осаду. Жители города нуждаются прежде всего в воде, больше даже, чем в пище. Без воды человек не может долго жить. И вот это очень интересно, очень важно. Причем, ну, известно, археологи утверждают, что две проходчики, две бригады проходчиков шли навстречу друг другу и встретились они в одной точке, несмотря на то, что в то время не было такого оборудования, таких инструментов, с помощью которых можно было точно вот так вот сделать так, чтобы две бригады проходчиков, прорубавшие туннель навстречу друг другу, чтобы они встретились в этой самой точке. А туннель, этот очень длинный, более километра длиной, кто бывал в Иерусалиме, то в качестве одного из аттракционов предлагается по этому туннелю, до сих пор действующему, пройти пешком. Иногда по колено, иногда по пояс, погружаясь в воду. Летом это очень приятно, зимой не так приятно. Ну, туннель из Икии, туннель Хискиягу есть. И здесь вот говорится о водах в городе Давидовом. Возможно, имеется в виду этот самый туннель, наполнявший Нижний пруд. Десятый стих. «И отмечаете дома в Иерусалиме, разрушаете дома, чтобы укрепить стену». Когда стена проломлена, но все-таки защита еще города держится, городскую стену требуется укрепить, и тогда определяют воины, определяют строители, с помощью каких камней укрепить эту стену. И для укрепления стены разрушаются дома. Дома, построенные из камня. Камни, из которых эти дома построены, нужны для укрепления городских крепостных стен. И вот они ходят и отмечают, какие дома разрушить, чтобы укрепить стену. Разобрать дома и стену укрепить для обороны. И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. Стен было две. Внешняя стена и внутренняя. Между ними был проход. И часто этот проход использовался для бегства осажденных горожан. Если стена проломалась в одном месте, бежали между стенами в другое место. Так вот здесь говорится как раз об этих двух стенах. И между этими двумя стенами устраивается хранилище для вод старого пруда. То есть прорывается какой-то протока какая-то, арык. Канал небольшой, чтобы там устроить хранилище для вод старого пруда. Или наоборот, из вод старого пруда наполняются какие-то цистерны. Небольшие цистерны между двумя стенами. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. Не учитывают в своих оборонительных работах того, по промыслу которого все это совершается. То есть не обращают люди, обороняющие Иерусалим, не обращают внимания на своего Господа. На своего вождя, который Господь Цеваот, Господь воинств. Цва – это армия, Цваот – множественное число, Господь армий, Господь воинств. Их верховный главнокомандующий, они на него не обращают внимания. Думают, что сами без своего верховного главнокомандующего, без Господа Цеваота, они способны укрепить стену или как-то ухитриться и выдержать осаду. Но это невозможно. И Пророк укоряет их. Почему же вы вот все это делаете, занимаетесь обороной, правильно, хорошо, но почему вы не взираете на того, кто все это устроил, кто навел на вас полчища врагов? К нему обратитесь, чтобы Господь помиловал вас. Содержится как бы в этом упреке, читаемом между строк. И Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Вретище, где рюга, вот эта мешковина, грубая одежда из верблюжьей грубой шерсти одевается на человека в знак траура или во время поста, для того, чтобы плакать в этой одежде, сетовать, остричь волосы, для того, чтобы Господь услышал эти вопли, услышал покаяние. Человек смиряет себя постом, уничижается, чтобы Всевышний его услышал, кается. Все это знаки, признаки покаяния. И плакать, сетовать, остричь волоса, припоясаться вретищем. Пророк призывает их, вернее, сам Господь призывает через пророка в этот день, день осады Иерусалима, плакать и сетовать. Вместо этого они веселятся, мы читаем дальше. Но вот веселье и радость. Убивают волов, режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Пир во время чумы. Пляшут, пьют вино, как здесь сказано, едят мясо. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Много жанров в пророческой литературе используется. Вот здесь, в этой цитате, пророк цитирует, пирующих иерусалимлян. Здесь используется жанр тоста. Они поднимают тост и говорят, давайте есть и пить, ибо завтра все равно умрем. Вот этот тост иерусалимлян, эти слова будем есть и пить, ибо завтра умрем, повторяет апостол Павел в своем послании к Коринфянам. В письме христианам Коринфа апостол Павел говорит, рассуждая, между прочим, о жизни и смерти христианина, о вере в воскресение Христова. Такой, собственно говоря, контекст. Но он говорит, что если мы не веруем в воскресение, то тогда христианская вера вообще теряет свой смысл и свое содержание. И вот он говорит, по рассуждению человеческому, 1 Коринфянам 15, 32, «Когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? И дальше, станем есть и пить, ибо завтра умрем». Повторяет Павел этот тост, который произносили жители осажденного Иерусалима. Несомненно, Павел здесь цитирует Исайю, цитирует 22 главу книги Исаии. «Я открыл мне в уши Господь Саваоф». Говорит пророк о себе дальше, 14 стих. «Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Вместо того, чтобы каяться, плакать, сетовать, одеть на себя вретище, люди режут последнюю скотину, последнюю корову, говорят, лучше мы будем есть и пить, пьяными, во время пира захватят нас враги, всех переколют, перережут. Давайте хоть напоследок попируем. Пир во время чумы». Неразумно поступают они, с точки зрения пророка, и, конечно же, с точки зрения самого Господа. Из-за этого их действительно постигнет наказание, они умрут. «Так сказал Господь, Господь Саваоф, ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему». Посылает Господь своего пророка в царский дворец, во дворец царя Иудейского, к царедворцу, которого звали Шевна. Майордом, царедворец, дворецкий, он управлял всем хозяйством царского дворца. То есть человек был очень приближенный к иудейскому царю. Между прочим, в 37-38 главах тоже будет упоминаться Шевна, только там он будет назван не царедворцем, а просто писцом, писарем царским. А царедворец, царедворец, дальше мы будем читать, Элиаким, он согласно 4 книге царств, 18 главе, он, Элиаким был царедворец, а вовсе не Шевна. Ну, может быть, у них должности менялись. А может быть, этот стих 15 следует понимать так. «Пойди к этому царедворцу, Элиакиму, и к Шевне, писцу». А может быть, Шевна, этот самый Севна, был какое-то время царедворцем, начальником дворца, так он назван. Как бы там ни было, посылается пророк Исаия в царский дворец. Имел он доступ, он был вельможей русалимским, Исаия имел доступ к царскому дворцу. И вот там, в этом царском дворце находится Шевна, писец, какое-то время, может быть, царедворец, находится Элиаким, и он им должен что-то сказать. Что он должен сказать, об этом мы прочитаем дальше. Замечу попутно, что вот с 15 стиха до конца главы содержится, до 25 стиха, включительно единственное у Исаии пророчество, которое обращено не ко всему народу, какому бы то ни было, а к отдельному человеку, то есть приватное пророчество. Пророчество, обращенное к Шевне. Единственное пророчество Исаии, обращенное не к народу, а к одному человеку. Возможно, этот Шевна, судя по контексту, был, не был иудеем, был иностранцем. Что у тебя здесь, Шевна? И кто здесь у тебя? Что ты здесь высыкаешь себе гробницу. Дальше поясняется. Он высекает себе гробницу, на возвышенности вырубает в скале жилище себе. Хоронили действительно в скалах. Кто бывал в центре Минахима Бегина, недалеко от старого города Иерусалима, уже в черте нового города, там как раз находятся каменные гробницы первого храма. Ну и в других местах тоже можно их обнаружить. Гробницы высекали в скалах, в том числе в эпоху первого храма, то есть до Вавилонского нашествия. Он высекал себе гробницу, хотя не имел на это права. Почему не имел на это права? Вот некоторые комментаторы говорят, что он не был, этот самый Шевна, писец или царедворец, он не был из иудейского народа и не имел права высекать себе гробницу, то есть там, где высекали цари иудейские, где их хоронили, где их погребали. Вот, а погребали в городе Давидовом, но кого-то погребали вот и за пределами города Давидова, по ту сторону долины Яном, вернее, чуть в стороне от нее. Там, где сейчас дорога в Бейт-Лехем проходит, кто бывал в Иерусалиме, знает, о чем я говорю. А какая именно локализация этого. Так вот, жилище, то есть могилу себе вырываешь, высекаешь. Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком. То есть сомнет Господь его, уничтожит. Свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Такие сравнения интересны. Сверток, меч, ком. В землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. Дом Господина твоего, дом иудейского царя, они будут поношением, никаких колесниц у тебя больше не будет. В землю обширную ты отправишься в плен, то есть в Ассирию, или в Вавилонию, в Ассирию, конечно. Вот. И там ты умрешь. А вовсе не в окрестностях Иерусалима, или не в самом городе, напрасно вырубаешь ты себе там гробницу. Часто иногда люди зажиточные определяют, где их похоронить. Вот похороните меня на Ваганьковском кладбище, один говорит, другой нет. Вот на Даниловском кладбище. А ведь все в руке Господней. И похоронят тебя, может быть, даже и не на Троекуровском кладбище, и не на Домодедовском, а где-нибудь в земле далекой, обширной, где-нибудь на краю земли. Все может быть. Поэтому напрасно ты себе определяешь, покупаешь участок, там, где тебя, может быть, и не похоронят вовсе. Не в твоей власти жизнь, и не в твоей власти смерть человек. Даже если ты занимаешь высокое положение, царедворец, глава администрации, как этот Шевна, или как Элиаким, сын Хилки, на котором дальше будет речь идти. И столкнусь тебя, тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. Вот, все твои должности и звания, не останется от них ничего, когда ты окажешься в лапах у захватчиков, у сирийцев. Отправишься в плен, напрасно высек ты себе в скале могилу, гробницу. И будет в тот день, день захвата Иерусалима, тот день, а я могу, часто служит синонимом дня Господня, но здесь речь идет о захвате Иерусалима. Призову раба моего, Элиакима, сына Хилкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. Элиаким вместо Шевны станет царедворцем, станет, по сути, главой царской администрации. Глава администрации, а в старину это называлось царедворец, а сейчас называется глава президентской администрации. Но, в общем-то, функции одни и те же. Начальник над дворцом, начальник над всем имением царя-батюшки или президента. Одежды особые были, форма одежды у него особая, наверное, вся усыпанная бриллиантами. Так вот, в нее будет одет другой, в твою одежду. «И ключ дома Давидова возложу на рамина его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». То есть, все хозяйство будет в руках вот этого Элиакима. Элиаким будет теперь распоряжаться всем имуществом дома Давидова. То есть, царского Давидова дворца царедворцем будет Элиаким. В 37-38 главе мы вновь встречаемся с этим самым Элиакимом в повествовании биографических главах книги пророка Исаии. Мы с ними встретимся в 30-х главах. И с Шевной, который будет там назван писцом, писарем, и с Элиакимом, который там будет назван, прямо будет назван царедворцем. Вот она, превратность судьбы, приближенных к первым лицам государства. И ключ дома Давидова. Вот этот самый ключ дома Давидова, интересное выражение, оно использоваться будет в книге «Откровения». Автор книги «Откровения» Иоанн, «Откровение» Иоанна, цитирует не раз Исаию. Мы уже с цитатой из Исаии встречались, когда комментировали предыдущую главу, 21-ю главу, где говорится о падении Вавилона. Дважды цитируется Пал Пал Вавилон, «Великая блудница», цитируется в «Откровении». А вот эти слова тоже будут цитироваться в «Откровении» Иоанна. В 3-й главе, в 7-м стихе «Откровение» Иоанна, апокалипсиса книги, мы читаем следующие слова. Откровение Иоанна, 3-я глава, 7-й стих. Читаю. «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, с большой буквы оба прилагательных, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит». Кто этот святой и истинный? Это Иисус Христос, это Мессия. И вот Он здесь, не какой-нибудь там, или Аким, не какой-нибудь шевнописец, а Он называется имеющим ключ Давидов. Что такое ключ Давидов в апокалипсисе? Об этом мы поговорим, когда перейдем к комментированию книги «Апокалипсис». Глубокое символическое значение, это имеет понятие, это выражение. А здесь конкретно историческое. Тот, кто имеет ключи дома Давидова, тот распоряжается царским дворцом, находящимся в Иерусалиме, в котором правят потомки Давида. Севна, Шевна лишается своих полномочий. Полномочия передаются Элеакиму. 23 стих. «И укреплю его, то есть Элеакима укреплю, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего». То есть прославит дом отца своего, достигнув такой высокой должности. Глава царской администрации, царедворец. «И будет висеть на нем вся слава до моего детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий». Это произойдет совсем скоро. И в 30 главах Исаии, 37-38, мы увидим Элеакима царедворцем. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит». Господь вбивает гвоздь, и он твердо в стене, и на нем все висит на этом гвозде. Господь может этот гвоздь выдернуть, и тогда все, что на нем висело, падает, разбивается в дребезги. Падение Элеакима также неотвратимо, как падение шевны песца. Вроде бы какие-то дворцовые интриги, быть может, за этим стояли, но в конце концов ничего не совершается без воли Божьей. И все, что происходит в царских коридорах, в коридорах власти, как мы говорим, оно все тоже происходит не без воли Божьей. Господь, кого хочет, возвышает, кого хочет, унижает. Все в Его власти. Поэтому нужно бояться Бога, слушаться Его, того, у которого действительно вся власть, и слушаться тех пророков, которых Он посылает. Шевна и Элеаким не слушались, и за это сурово были наказаны, жестоко поплатились за свое непослушание Богу. Будем и мы слушаться, какое бы место в этой жизни, какое бы послушание, какое бы место в этой жизни мы не занимали, какое бы не несли послушание. И тогда Господь, видя наше послушание Ему и Его Божественному Слову, передаваемому нам через пророков, Господь нас не накажет, а помилует. Ему же слава вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok